Манипулировать страхами, растерянностью и замешательством простака. Вот в чем состоит тактика телефонных мошенников. Чтобы выбить у них оружие из рук, нужно знать криминальные схемы. Вам звонят из службы безопасности Центробанка. Если телефонный разговор начинается так, говорят в той самой службе, звонок можно смело отбить. Важно знать, что Центробанк не работает с физическими лицами, со счетами граждан. Срочно кладите трубку. Точно так же нужно действовать, если вам говорят, что кто-то пытается оформить на вас кредит. И необходимо срочно взять встречный, чтобы помешать преступникам. Это, казалось бы, абсурдное предложение стоило всех сбережений десяткам орловчан. Зайвку, которую мы подаем, она направлена на исчерпание кредитного потенциала. Чтобы система видела, что это заявка объективная, и она направлена на исчерпание кредитного потенциала. Никаких безопасных счетов, о которых обычно говорят преступники, не существует. Если вы услышали от незнакомого собеседника слова «безопасные счета», «защищенные счета» или что-то подобное, срочно кладите трубку. А еще аферисты категорически не хотят прерывать разговор, опасаясь, что простак опомнится. Смотря на то, что если мы прекратим разговор, то нам свое слушание может возобновиться, и данная заявка может быть защитна. Позвоните в банк, проясните ситуацию. Номер указан на вашей банковской карте, или его можно посмотреть на официальном сайте банка. К рекомендациям сотрудников ЦБ Орловские полицейские добавляют свои. Если вам позвонили с номеров 8-495, 8-499, 8-800 или другого номера, представили сотрудникам банка или сотрудникам правоохранительных органов, сообщили, что с вашей банковской карты происходит несанкционированное списание денежных средств, или на вас оформили, или оформляется кредит с использованием ваших персональных данных, знайте, это мошенники. При этом сам номер, с которого пришел сомнительный звонок, не значит ровно ничего. Сервисы поддельных номеров позволяют имитировать телефоны любых учреждений. Иван Суверин, телеканал Первый областной.